Сегодня состоится очередное заседание суда по рассмотрению жалобы апелляционной прокуратуры Республики Крым и жалобы моих адвокатов. Я надеюсь, что мои адвокаты уже внутри представитель прокуратуры тоже будут и сегодня апелляционные жалобы будут рассмотрены по существу. Хотелось бы очень верить, чтобы это громкое резонансное дело уже закончилось так или иначе. Будем надеяться, что заседание не будет очень долгим и смогу вас проинформировать о его результатах. Спасибо за поддержку. Вчера заседание фактически не состоялось, потому что оно было шестое уже. Пришла юрист администрации, совершенно не готова к заседанию, хотя два месяца было дано на подготовку. Не принесла ни документы, подтверждающие правовую позицию, какие же права райгосадминистрации были нарушены, либо нормы какие-то градостроительные, строительством кафе, строительством гостиницы сафари и админздания. То есть здания стоят с 1986 года прошлого века. Все прекрасно знали, видели, и Белогорская администрация в том числе, и выдавали разрешение на проектирование парка Тайган, и договор аренды украинский, и договор аренды российский уже есть. Ну вот хочется вашему товарищу и другу, поэтому дали команду. Вот, и родился этот иск о сносе зданий и суждений. Лишь для лучших есть, Лариса, чем сказать. Поэтому, вот, есть товарищи, которые не очень хорошие товарищи, понимаете? И все, поэтому Белогорская администрация плывет с этим иском, потому что нет правовой позиции, ни их интереса. Эта земля им не принадлежит, с землями, естественно, имущественных отношений не принадлежит, и все. Но тянут суд, специально тянут его, надеясь, не зная на что. Но уже девять с половиной месяцев судебный процесс идет, и подвижек никаких. Просто судья очень терпеливая. Все, у вас больше нет вопросов? Удачи, удачи, давайте. Чтобы все сняли, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...